Друзья, всем здравствуйте! Снова с вами я, Алена, вы на моем канале. И сегодня мы с вами говорим про кофе. И кому не следует его пить, кому следует, как вообще понять, как вы справляетесь. Во-первых, кофе это некий стимулятор, да, мы понимаем, и кому-то он абсолютно может повредить. Если у вас нестабильная нервная система, если вы не понимаете, чего там у вас в организме еще не хватает, то это, как я говорю, стимулировать дохлую кобылу. Но есть другая сторона кофеина. Он возбуждает нервную систему, дает временное удовлетворение, дает временное желание что-то делать, но потом имеет определенные последствия для вашего здоровья. Он какое-то время не дает усваивать вам минералы и питательные вещества. И в этом состоянии вы потом ищете спасение. У каждого оно свое. Далее, кофеин не стоит абсолютно принимать людям с возбудимым типом нервной системы, с плохим детоксом, мамам молодым. Не стоит принимать людям, у которых нарушен сон, и которые не знают генетического своего метаболизма кофеина, потому что одним людям он и заходит, а другим нет. Также может это срабатывать, когда вы уже сильно, как я говорю, затаксовались. То есть вашему организму уже не из чего брать энергию, а вы еще и забираете. Кофеин не дает вам какое-то время отдыхать, не дает вам понимать, в каком направлении, потому что он быстро стимулирует вашу способность концентрации, но также быстро потом и забирает. Кофеин, я считаю, противопоказан женщинам, которые имеют латентный дефицит железа, у которых все плохо с белком, и у которых есть нарушение гормонального цикла, потому что многим этот напиток только вредит. Мужчинам, особенно в метаболическом синдроме, это также не рекомендовано на этапе восстановления. Кофеин также, я считаю, противопоказан людям, которые находятся в психологической консультации, потому что он может спровоцировать новые неприятные симптомы. У кого-то это депрессивное состояние, у кого-то импульсивное, у кого-то тревожное и состояние растерянности. Как-то так, мои друзья. С вами снова я, Алена. Вы на моем канале. Подписывайтесь, пишите комментарии.